В эфире программа «Такая работа». Сейчас 6 часов утра и мы вместе с Акимом города Усть-Каменогорск выехали проверить готовность коммунальных служб к очередному рабочему дню. Город – это живой организм и очень важно, чтобы основополагающие факторы его жизнедеятельности работали как часы. Поэтому местное руководство особое внимание уделяет вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Промыли колодцы вниз. 6200. 1200 и из? А? Из 1400. Почти закончили. Осталось 200. Ах да, я все еще не представила вам Акима города. Знакомьтесь, Куат Мухитович Тумабаев – уроженец Восточно-Казахстанской области. Кстати, Куат Тумабаев – один из самых молодых Акимов в республике. Свой трудовой путь на государственной службе начал в 2003 году с должности главного специалиста в Министерстве экономики и бюджетного планирования. Акимом города Усть-Каменогорск был назначен совсем недавно – в мае 2017 года. Совсем скоро в свои законные права вступит зима, а значит, все службы уже сейчас должны находиться в стопроцентной боевой готовности. Так что до того, как направится проверять работу коммунальных служб в поле, Куат Мухитович решил разузнать, может ли местная коммунальная служба поставить себе галочку в этом вопросе. – Сколько у нас отвалов готово к зиме? – Ну, вообще у нас получается с отвальной техникой 41 единица, это не беря грейдера. Сейчас на данный момент все отвалы подготовлены, щетки тоже все готовы. – Грейдеры все отремонтированы? – Грейдеров у нас отремонтировано сейчас, ну, в умеете, у нас 5, а отремонтировано 4. Ну, в середине октября мы планируем. – А что с 5? – Да, с 5 у нас получается ремонт двигателя. – Есть определенные, конечно, у нас недостатки. Старая техника, где-то она часто ломается, приходится, ну, не всегда мы успеваем убрать все вовремя. Но я проверял сегодня работу коммунальных служб для того, чтобы убедиться, что мы также успели подготовиться к зиме. В прошлом году у нас выпало очень много осадков, не все жители были довольны качеством уборки снега, поэтому в этом году мы не должны этого допустить. Нам просто будет неудобно перед жителями этого города. Как говорится в одном из популярных сериалов «Зима близко». Об этом помнят не только герои фэнтези, жители вселенной «Игры престолов», но и руководство областного центра Восточной Казахстанской области. А еще не в курсе, что зима в этом году прогнозируется, но очень холодная. Поэтому после небольшого утреннего совещания в Акимате мы вслед за руководителем города направились на узко-миногорскую ТЭЦ. В работе 12-го турбина, электрическая нагрузка 107 мегаватт, паровая нагрузка 125 тонн. Турбина в тихо-фиктационном режиме. Работает подогреватель сетевой воды, подогреватель питательной воды. Замечаний нет. Никаких свещений, там ничего нету? Нет, нет. Там опасений на зиму нету никаких? Да, нет опасений. Точно? В этом году сказали, что зима будет холодной. Поэтому надо готовиться конкретно, чтобы не было ситуации такой, которая была в прошлом году. Город на сегодняшний день на 90% готов к отопительному сезону. К сожалению, в прошлом году у нас случилась нехорошая ситуация. Один из котлов в связи с ремонтом остановился, поэтому в этом году мы к этому вопросу подходим тщательно. На сегодняшний день мы сделали опрессовку всех наших магистральных сетей. Все школы, больницы 100% готовы к отопительному сезону. Остаются несколько многоэтажных домов. Мы надеемся, что эта зима у нас пройдет намного лучше, чем прошлая. Закрыв на сегодня вопрос готовности города к отопительному сезону, мы направились на следующий объект. В последнее время в городе активным образом идет реконструкция и ремонт дорог. И все вопросы, касающиеся работы подрядных организаций, всегда на карандаше у руководителя. Проект реконструкции и развития благоустройства территории улицы Астана стартовал в сентябре 2017 года. В этом году на его реализацию выделено 500 миллионов тенге. Подрядная организация обещает закончить проект к августу 2018 года. По-хорошему надо вот здесь вот предусмотреть, я не знаю, если вы следующий проект будете делать, углубить дно, чтобы вода прямо до отсюда доходила. Мы начали реконструкцию улицы Астана. Там также будут сделаны беговая дорожка, велосипедная дорожка, будет сделано хорошее освещение. В перспективе мы планируем связать все наши велосипедные дорожки от центра до 19-го жилого района. И мы получим одну из самых длинных, я думаю, в стране велосипедных дорожек. В Усть-Каменогорске тоже есть свой левый берег, и его застройка сейчас в самом разгаре. Реализация программы «Нурлыжол» позволила подвести здесь все необходимые инженерные сети. По оценкам местного руководства, новый 19-й микрорайон распахнет свои двери практически для 60 тысяч усть-каменогорцев. Вот этот 58,2 по линии молодой. Они же строят, но по линии молодая семья. В этом году он знаточный. На каком уровне ты сейчас? В этом году сдаточный? Да. Что-то вы, парни, отстаете же? Почему? Вот тот дом сдаточный? Да, он, по-моему, будет. Он подали, успеет. Почему? Уже сентябрь, сейчас октябрь. Четыре месяца. Сомневаюсь. Застройка 19-го микрорайона началась еще в 2008 году. Со слов Акима, планируется, что здесь будет построено 144 многоквартирных жилых дома. На сегодняшний день мы уже построили 42 жилых дома. Мы построили школу на тысячу мест, детский сад. Там построены административные здания, такие как областной суд, областная прокуратура, центр крови. У нас в планах построить в 19-м жилом районе дворец школьников. Там в следующем году мы, надеюсь, начнем строительство нового парка. Рабочий график у героев наших программ расписан от первой до последней минуты. Но и у них случаются незапланированные посещения объектов. Посмотрев, как идет застройка нового микрорайона, Акима решила смотреть и старую часть города. Так что в самый разгар рабочего дня мы свернули с намеченного пути в один из дворов по адресу Пермитино, 31. Плоховато возят, конечно. Ну, у них машины старые. На удачу встретили местного жителя, который поведал Акиму города о проблемах с вывозом мусора. Впрочем, представшая перед нашим взором картина говорила сама за себя. Через какое-то время по адресу подъехали и ответственные за чистоту города лица. Михаил Иванович, вот люди жалуются на то, что компания плохо вывозит мусор здесь. Да, Кот Пухедович, конечно. Последние полтора месяца не только по этому адресу уже были сбои. Это длится где-то практически полтора месяца, но и по другим адресам. В настоящее время мы этот вопрос под контроль взяли. В первую очередь это связано с подъездными путями в контейнерную площадку. Заходите, очень узкие проезды, порой машины закрывают, особенно вот в этом дворе. Паркуются и на ночь, и днем оставляют машины. Кстати, эта проблема доставляет неудобства и самим жителям данного дома. Ну, дайте двум машинам разъехаться. Ну да, правильно? Нет, вы же не... Правильно, я разумно, потому что у меня здесь 7, больше 7... Ну, две машины не расходятся. Да? Две машины. Я говорю, по березку мы посадим тысячу елок, тысячу березок посадим. Дайте... У нас план. Надо расширить проезды. Конечно. Проблема узких проездов Ахиллесова-Пита практически каждого жилого массива. На недавней встрече с жителями города Узкоминогорск, главы Восточно-Казахстанской области Даниила Ахметова, Аким города презентовал план реконструкции жилых дворов, на котором поднимался и этот вопрос. Мы хотим здесь сделать парковку хорошую и проезд, чтобы люди во дворах свои машины не оставляли. Также постараемся расширить въезды во дворы с этой и с этой стороны. Вот смотрите, хватит здесь. Вот 104 дворовые территории. По каждому 104 должен быть составлен типовой проект. Мы серьезно думаем, как начинать финансировать. Значит, профинансируем. Поддержка города в Томасе – это ежесекундная работа и тяжкий труд. С невероятным грузом ответственности перед населением. Это огромное количество вопросов, которые необходимо решить в самое ближайшее время. Я считаю, что этот город должен стать городом комфортного проживания для всех жителей этого города. Они должны иметь возможность получить качественное образование. Все жители должны иметь возможность отправить своего ребенка в детский сад. Никто не должен стоять на остановках и подолгу ждать автобус. Дороги, как в центре, так и на окраинах, должны быть всегда вычищены от снега. К сожалению, на сегодняшний день это не так. И нам еще предстоит многое сделать, чтобы людям здесь, в городе, комфортно жилось. Редактор субтитров А.Семкин